Мурат Султанович Кубанов родился в городе Карачаевске. В 1985 году окончил Ставропольский Сельскохозяйственный институт по специальности «Ветеринарное дело». С 1985 по 1987 год проходил срочную службу в рядах Советской Армии. С 1987 года и по сей день работает в Кумышском ветеринарном участке. В 2022 году указом главы Карачаева-Черкесии удостоен звания «Заслуженный ветеринарный врач Карачаева-Черкесской Республики». Как вы пришли в эту профессию? Ветеричем, наверное, я хотел стать уже с детства, потому что была очень большая любовь к животным. Когда шел в школу, там, все их подряд и все собачки эти города Карачаевска бежали за мной. Вот. Нравятся животные и немаловажную роль в выборе моей профессии сыграл для меня пример родного дяди Аджиева Шахара Абдуловича, который всю свою жизнь проработал ветеринарным врачом в Георгиевском районе Старопольского края. Он для меня был примером и по сей день я с ним на связи. Если какие-то вопросы у меня возникают, я всегда звоню ему и консультируюсь как к старшему товарищу, как к наставнику. Вот это сыграло роль в выборе моей профессии. Мой выбор, конечно, родители одобрили, хотя я городской житель, родился и вырос и в городе Карачаевске. Выбор мой был одобрен, потому что это был мой выбор. Совершенно не жалели об этом. Я поступил в Ставропольский сельскохозяйственный институт в 80-м году. Закончил в 85-м году. И вот с тех пор я 37 лет работаю в этой отрасли и ни разу не пожалел об этом. Ни разу, потому что выбор мне нравится. Есть суждение, что врачом может стать далеко не каждый, а ветеринаром. Нет, вы извините, я думаю, что ветврачом даже работать намного сложнее, нежели медицинский врачом. Как сказал академик Павлов, медицинский врач лечит человека, а ветеринарный врач лечит человечество. Это слова академика Павлова. Это действительно так. Порой, ну я не знаю, в клиниках в этих есть современное оборудование, все прочие анализы. А у нас приходится, ну вот привели животное, да, больное. Животное, соответственно, не разговаривает и ничего не может пожаловаться на свои какие-то болячки. Нам приходится, ну, ставить диагноз на основании того, что мы видим. А это довольно-таки сложно, наверное. И еще раз с уверенностью могу сказать, что ветеринарным врачом не сможет любой и каждый работать. Я думаю, что это призвание, наверное, человека к этому. Любовь к животным. Вспомните свой первый клинический случай. Что вам запомнилось из ранней практики? Самое первое, что осталось, запечатлилось в памяти, когда были студентами, все время думали, быстрее бы закончить, быстрее бы закончить, быстрее бы закончить. И что мы такие, мы все знаем, мы все умеем, ну, специалисты дипломированные. И попал в такой ступор, я думаю, что я не один такой, когда вручили диплом специалиста, и появился страх. Учился, вроде все ясно, все понятно, а здесь дали на руки диплом, выдали. И, ну, все. Вот ты, диплом и работа. И появился какой-то страх, что, ну, справлюсь ли я? Справлюсь ли я? Тем более, в то время, ну, нормально все было. Всех отправляли по распределению центральную полосу России. Это Смоленская, Рязанская, Ярославская и все прочее. Большинство было, все это, всех отправляли туда по распределению. Я по распределению попал в Смоленскую область, Красненский район, колхоз 40 лет октября. Мне очень повезло. С чем повезло? Обычно все хозяйства были там убыточные, а это был колхоз-миллионер. Представитель колхоза был героем соцтруда. И когда я туда приехал, оказывается, ну, заявку не давали. Там чисто это получилось. И он мне дал открепление. Хотя он сказал, если вы приехали, можете оставаться, но у меня есть человек. Ну, как я пойду на место живого человека? Мы не так воспитаны. И он мне дал открепление. Я приехал как раз-таки в Георгиевский район к своему дяде. Он в то время работал главным дядом врачом района. И он говорит, я тебе, я говорю, у нас есть работа, есть места, но я тебе, я говорю, направлю, где ты действительно научишься работать так, как должен работать предврач, а не так, как там работают. Он меня отправил в Кировский район, колхоз «Коммаяк». Кировский район «Колхоз «Коммаяк»» на то время был одним из самых сильных колхозов края Ставропольского. Вы не поверите, я в этом колхозе работал в белом халате. В белом халате. Работал ветврачом нетеринного комплекса на 6200 голов. 6200 голов – один комплекс. Я там работал ветврачом. До призыва в ряды Советской Армии. Я же не служил. Соответственно, я там проработал, меня призвали в ряды Советской Армии. Это было спецнабором в декабре 85-го года. И 7 апреля 87-го года я демобилизовался. Ну, приехал сюда. У нас как младший должен оставаться в семье с родителями. Когда я призывался, у меня родители были живы, а в конце службы у меня умер отец. А я как младший должен возвращаться домой. У меня один брат, он в Чаркейске живет. Одна сестра старшая, она живет в Карачаевске. И когда я матери говорю, давай переедем туда, будем жить в Кировском районе, там все хорошо. Она говорит, нет, я никуда не поеду. Соответственно, я мать ни за что бы не оставил. Просили там остаться. Я там начинал работать под руководством Косютина Алексея Алексеевича. Очень толковый ветврач. И когда я уже пришел со службы, он уже был представителем этого колхоза, колхоза Коммаяк. Очень сильный колхоз. Ни о чем не жалею. Я там очень многому научился. Когда пришел сюда, то меня, я по направлению райкома партии, меня отправили в совхоз Кумышский. В то время я был первым секретарем Ортенов Азрит Олег Алексеевич. Он меня направил по этому, в совхоз Кумышский, где я начал свою трудовую деятельность. Как тяжелые 90-е отразились на ветслужбе и конкретно на вашей работе? Очень больно вспоминать эти годы, эти тяжелые годы, когда все приходило в упадок, разруха полностью, никакой поддержки. Очень больно было то, что вложил, у людей, наверное, побольше вклада, нежели чем мой. Но, тем не менее, мне было очень обидно. Как говорил Верещагин, мне за державу обидно. Очень было обидно. До последнего я проработал. В последнее время я как раз работал, там много директоров сменилось. Я когда поступал на работу, был, сейчас ныне его уже нет, он ушел из жизни, Батчаев Азрит Олег Джурович, я при нем поступил на работу. Затем Блемготов Курман, тоже очень прекрасный человек. Руководители были все хорошие. Затем Халкевич Хачедавут Нанакишиевич, он был директором совхоза. Вот с ним, наверное, долго как, он когда поступил на работу, он был вначале зоотехником отделения, потом главным зоотехником, потом стал руководителем этого хозяйства. По сей день с ним дружим, каждый день, практически каждый день с ним встречаемся. Ну, даже если вот сейчас вот это, там встретимся на ветвихахстке. Очень это, очень тяжело я это воспринимал, тяжело было. Это словами не передать, это моя, наверное, самая больная тема. Если бы было, можно было все вернуть назад, я бы с большой радостью все бы отдал, чтобы вернулось все назад. И вот это все продолжалось, вот эти 90-е вихии пошли, и, наверное, я там проработал до 2005-го, до 2006-го года. Уже там практически ничего не оставалось, и меня попросили, чтобы я перешел на работу в кумышский ветучасток. Обосновывая это тем, что кумышцы, я сам не кумышами, я с Карачаевской, но столько лет я проработал там, что кумыш меня знает, население. И я кумыш знаю, довольно-таки хорошо знаю. За это время я всех узнал. И когда сделали предложение, попросили, чтобы я перешел туда, я перешел. Я перешел, начал работать на кумышском ветеринарном участке. Как обычно проходит рабочий день ветврача. В принципе, ветврач прямо запланировать свою работу не может. Почему? Потому что животное не выбирает, когда оно будет болеть. Вот я лично, вот сейчас исполняя обязанности начальника, мне нужно здесь быть в 8.20, если я приезжаю. Я в 6 часов утра уже на кумышском ветеринарном участке, в 6 часов утра. Я до 8 часов нахожусь там, после этого выезжаю, приезжаю сюда. Почему? Потому что, ну, сейчас, в принципе, все животные находятся в горах, на выпасах. Скоро начнут спускаться. Конец сентября холодно будет спускаться. И здесь, в кумыше, остались только телята и дойные коровы. А остальные все в горах. Но, тем не менее, работы хватает. Потому что животное не выбирает, когда ей болеют. Обычно я почему-то так рано приезжаю на работу, потому что уже вот в это время люди начинают звонить, спрашивать на работе, если животное может, если животное можно привезти, оно больное, но можно привезти на весь участок, они приводят. А если животное там, ну, всякое бывает, всякие травмы, то все. А нужно выезжать на дом. Ну, я, в принципе, я там заведующий ветеринарным участком. Я могу и не ездить на эти вызовы. У меня есть кому ездить, хорошие ребята. У меня, нас там трое. Было четверо, но в связи с тем, что искусственное осеменение полностью по республике, ну, нет, прекратилось существование. А то был и ассиминатор. Нас осталось вот три человека, а ассиминатора нет. Это довольно-таки молодой, его отец у меня работал ветфельчером, Акбаев Мустафа Юсуфович. Он тоже ветфельчер, пошел по стопам отца. Он в основном и Аджиев Султан Максимович. С ним я тоже все это время проработал от начала до конца в совхозе Кумышский. И когда я стал заведующим ветучастка, я его пригласил на работу к себе. По сей день он работает. Есть кому ходить на вызовы, есть кому заниматься лечебной работой. Но когда возникают определенные сложности, когда они не справляются с этим, то, соответственно, я уже сам смотрю. Я уже сам поднимаю и назначаю код к лечению. Какая эпидобстановка у нас сейчас в регионе? Как идет профилактика опасных заболеваний? Наша вообще первоочередная задача – стоять на страже недопущения вот этих инфекционных заболеваний. Это говорит о чем? Что нужно вовремя проводить ветеринарно-протеологические обработки. Если это проводить, то никакой угрозы совершенно не будет. Не будет никакой. Единственный наш бич, когда владельцы животных, они должны согласовывать с нами, что будет в ВОСТ. Даже с соседнего населенного пункта он привозит животное. Там нужно выстоять карантин, все прочее. Там забор крови и все остальное. Очень многие этого то ли не понимают, то ли не хотят понимать. Они привозят и ставят перед фактом, что вот привез. А когда уже привез, прошло некогда определенное время. Они должны. И наша первоочередная задача – вовремя все это делать. Мы работаем. У нас есть план на год ветеринарно-профилактических обработок. Основная наша работа, самая трудная – это весна-осень. Когда проводится, потому что все вакцинации у нас проводятся двукратно. Но тем не менее, если сказать, что мы летом бездействуем, это было бы неправильно. Потому что там травмы, там маститы в основном очень часто бывают. И бич, буквально когда он у нас появился, это клещ. Клещ, когда он впервые появился, даже как-то для нашего района, это была какая-то новинка была. Но сейчас как спасаемся, это только делаем инъекции пироскопа, бобизана. Это спасает где-то на 40-42 дня, чтобы не было заражения этой болезнью. Бобизиоз, пироплазмоз, и все это прочее. Это самый такой бич, это клещ. А так нормальная. Какой совет вы дадите тем, кто хочет завести домашнее животное? Совет такой, прежде чем завести, нужно хорошо подумать. А нужно ли это животное вам? Вообще нужно? Это самое главное. Если ответ такой, что да, нужно, нужно, по крайней мере, вначале изучить. Если человек никогда с этим ни животным этим не сталкивался. Живет, например, в городе, на квартире. Ну, никогда это не надо, если не надо подвергаться вот этим модным течениям собачка-кошка и все прочее. Дальше, в первую очередь, нужно, нужно в тесном контакте, нужно находиться с ветеринарными врачами, свет-специалистами, в тесном контакте. Потому что у каждого животного свои особенности. Редактор субтитров А.Семкин